Да, я не маппера, я не знаю, что я буду делать Дальше что? Что дальше? Что у нас? Какие-то неполадки или что? Так, овчаркин банит стомп. Стомп мы тоже в этот раз не увидим в эту дуэль. Димон пикет. Спасибо. Дефраг из Гранд 5. Извините. Спасибо, спасибо большое за поддержку. Где это выключить? Так, пикается Абидос со стороны овчаркина, пикается Трайхард со стороны Тутифрути и Апекс. Если нужна будет, будет третьей картой. И давайте. Нет, надо убрать, чтобы они не мешались. Но они не убираются отсюда. А нет, убираются. Нет. А, ну и все, по идее. Поехали. Нет, не поехали, Димон еще не приконнектился. Вот, вот теперь поехали. Все, ребят. Удачи обоим участникам. Оба участника более чем достойны победы. Оба у нас бонуса прыгают, да, как мы видим. Карта сделанная Капкорбом в коллаборации с Люси. Каждый из мапперов привнес в эту карту что-то свое, что-то особенное. Видим мы, что Тути пока впереди, да, по крайней мере на карте. Отличный плазмоклим. Доплазмливая до конца, кстати говоря, и может сейчас уже первым финишировать карту. Под себяшка, к сожалению, не самая удачная. Делает 2х вниз. В принципе, для первого прохождения очень даже ничего, по идее. Так, есть у Тути, судя по всему, какой-то роут. И финиширует. Тути, Фрути, первый финиширует карту. Минута. Тайм. Выглядит, да, выглядит немножко сложно. И вот Овчаркин теперь уже... Впереди, но не получается у него плазмоклим, к сожалению. Так, я сделаю музычку немножко потише. Прям вот каплюшечку. Ну и уже прошло не так мало времени, но за это время... Ой, Димон залагал, да? Или это что это лагает? Да, Димон залагал, к сожалению. Но благо это случилось на старте, а не где-то на финише. Овчаркин сейчас находится на основном рубеже. Опять же, не получается у него плазмоклим. Не знаю, что с ним такое. Может быть, купли, но может быть... Да, скелеты прыгают. Может быть, купли, но может что-то... Не выспался. Но до турнира мы с ним прямо совсем чуть-чуть поговорили. Привет, Икарус. И мы с ним поговорили, и он сказал, что он готов вроде как играть. Так что он уже ждал часов... За час до турнира он просто сидел и ждал. Уже, уже ждал, не мог дождаться турнира. Так что они почти одновременно еще прыгают. Да, ну неплохо, неплохо. Карта вообще просто огонь. Дизайн сделан на текстурах Андромеды. Так, Овчаркин заходит в телепорт. Чекает. Берет... Проходит как первый этап, да? Получается отличный плазмоклим 1600 на вылете. Сразу же подсвяжку под себя. 1900 получается. 2000 в итоге с не очень хорошей подсвяжкой. Делая 2х на ступенечку, почему бы и нет? И продолжает... Ой-ой-ой, немножко, видимо, перенервничал. Кстати, банны написаны справа сверху, если что. Из одной ракеты он финиширует 53 секунды. Обгоняет. Если понадобится, то будет. Если не понадобится, то пусть кто-нибудь. Да, 53.3 у Овчаркина. Кончились музыки. Страшного. Так, оба, на одном и том же месте находятся и... Овчаркин оказался впереди. Ну ничего, есть, есть еще. Достаточно много времени. 15 минут это очень много, ребята, на самом деле. Пусть даже для такой не самой простой карты, но... 15 минут это очень даже ничего. С учетом, что вы знаете карту. 10 минут остается. В принципе, оба оппонента уже финишировали. И это, безусловно, нас радует. Про роут я, конечно, ничего и говорить не буду. Делать акцент, по крайней мере, на этом. Но вот мы видим, что у Тути Фрути неплохие заготовочки. Есть, да, в плане этих самых роутов. Видел Тути, как там Овчаркин пролетел. Но это его, скорее всего, не сбило. Может быть, он вообще отключил отображение, да, и чтобы не мешалась моделька. Тем более, что Овчаркин, мы знаем, белорус хитрый. Может где-то стать и ракетами в тебя пострелять, позбивать. Может быть, немножко. То, что мы видели вчера на дуэли с тем же... С кем, с кем же, с кем же мы видели. С кем-то видели, пересмотрите, ребят. Я, честно говоря, не помню. Ну, с кем-то, с кем-то он мешал, хоть и... Кому-то... С Торнером, да, да, Сторнером, по-моему, да. Спасибо, Пус. Отличные подсебяшки от пса. И делает он... Нет, не делает, ничего не получается. Немножко он, видимо, задумался, либо не подрасчитал. Спейсинг начинает с самого начала. 9 минут остается. У Димона, в принципе, все шансы есть. Привет, Пуни. Пуни, ты тут будешь? Мне надо будет кое-что спросить у тебя. Так, овчарки на рубеже. На основном из рубежей. Неплохой комбо Рокет Плазма. Сразу же подсебяшки. Ну, падает вниз, не финиширует. Димон повторяет все то же самое. Грубо говоря, находится на том же самом месте. Сейчас подсебяшки, к сожалению, не получаются. Видимо, из-за пинга. И неплохая ракета. Если бы долетел, было бы очень даже круто. Но, к сожалению, вот у него не получается. Олин, 2 привет. Я в телевизме. Да, почему-то у нас розовый счет. Давайте его сменим. Так, Димон пересекает основной рубеж. Отличная подсебяшка получается. Может, нет, нет. К сожалению, фейлиться. Немножко, немножко поторопился. К сожалению, Димон. Он сделает, чтобы скорость у друга было видно побольше. Окей, после этой дуэли. Хорошо, полигон. Попробуем. Таймы по-прежнему не изменились. Минута 0,2 и 920. И... Это у Туттифрути. А у Овчаркина 53,3. Овчаркин пока что лидирует. Перебивает его на... Ну, всего... Всего немного, да? Как бы... По идее, 10 секунд это не так критично. Тем более, что Димон там и запинался везде. Так, пока что у Димона все получается. А в чарке, опять же, фейлит. Да, сделаю вам скорость в милях, ребят. Все будет хорошо. Ну и... Так. Туттифрути. Кстати говоря, это карта пик именно у Туттифрути. Значит, он ее, скорее всего, готовил. Либо более-менее в ней уверен. А это нам говорит о чем? О том, что Туттифрути готов. Готов дать на ней бой. Не будет ни в коем случае уступать. Так, и может сейчас себя перебить, кстати, Туттифрути. Что у него не получается. К сожалению, да, немножко зафейлил. Может быть, занервничал. В любом случае, это ему ничего, по сути бы, не дало. Он только бы немножко улучшил свой тайм. Ну, приблизился бы, конечно, к овчаркину туда, но не перебил бы. Остается 5 минут у игроков. И овчаркин сейчас находится на основном рубеже. Сразу же слету под себяшку. Закидывает, промахивается, к сожалению. Но попадает в следующие две. Делает отличный руки-джамп. Но, опять же, немножко фейлит по спейсингу. Не получается у него ни сразу залететь, ни сделать 2х. И вот, опять же, они друг за другом прыгают. Это достаточно комично смотреть со стороны Димона. Да, обгоняет тут Димон вроде как по скорости. Но это неплохо. Главное, главное не нервничать. Не факт, что Димон вообще его видит. Но это достаточно интересно. Ой-ой-ой, как вылетел. Так. Тем не менее, овчаркин продолжает свое шествие. Делает неплохой 2х. Правда, запинается. И сейчас может улучшить. Попробовать свой тайм, если у него получится. Нет, не получается. Он келяется и начинает заново. Остается 4 минуты. И игроки за все это время, грубо говоря, за 10 минут, они просто один раз финишировали карту. И не было в дальнейшем никаких улучшений. Так, тути-фрути сейчас находится возле финиша. И может, может сейчас улучшить свой тайм. В принципе, нужно, я думаю, нужно улучшать свой тайм. Потому что, да, вот он. Делает 57,2. И это будет очень важно, что... Ну, это будет очень важно, потому что тут у нас уже не Best of 1, а Best of 3. То есть, по сумме таймов, по двум картам будет рассчитываться. Так что, очень даже вероятно, что Димон сможет вытащить. Отличной подсебяшки от Димона, но, к сожалению, фейлит последнюю ракету. Овчарки сейчас будет трекить на джампане. А, нет? А, ну да, 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 тут же по картам, типа, да, 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 да. Поменяй тайм, нос, нос, тайм. У фрути 57. Нос. Денис Сергеевич. Да, 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 сорян, да, затупил, да. Ну, не знаю, там, вот, лайт, зайди, подскажи, типа... Остается меньше трех минут. На самом деле, времени уже не так много, и нужно, нужно сейчас делать все, что возможно, все, что в силах у Тутти Фрути. Это обновляется долго просто, да, нос или что там? Да, таблица контролится носом. А че? А че? Итак, что мы имеем? Пока что 53.3 у Овчаркина, ни разу он не улучшил свой тайм. Как поставил, так и есть. А вот Димон напротив финишировал карту дважды. Один раз за минуту, второй за 57 секунд. И есть еще порох в пороховницах. Остается около двух минут для того, чтобы улучшить свое время. Овчаркин пока что ближе всех к финишу. В том смысле, что он уже пересек... Пересекает, точнее, основной рубеж. Пол карты. Так, отличные подсебяшки от Овчаркина. Делает рокиджамп. Делает хорошую подсебяшку, но промахивается в итоге опять со спейсингом. Мне повезло. И остается минута. Остается минута и, судя по всему... Хотя рано, конечно, об этом говорить. Очень-очень рано еще об этом говорить. Поэтому... Так, давайте посмотрим за Овчаркин. Пересекает он основной рубеж. 1900 вылет из телепорта. Сразу подсебяшку не делает. Но выходит из ситуации, но... Как же, как же фейлит подсебяшку? К сожалению, не получается. 40 секунд остается до конца. Последний, по идее... Последняя попытка для... Тути Фрути понимает Овчаркин, что уже времени не остается и... Просто встает. И Тути Фрути сейчас может просто все изменить. Просто может сделать грязюку. Такую грязюку. Вот отличная подсебяшка. Отличный руки-джамп. Ракету он, к сожалению, не ловит. Ай-яй-яй. Бортик на бортик залетел. Успеет ли перебить? Нет, нет, скорее всего нет. Да, все, стоп. У нас все строго. Да, первая карта... Уходит. Тути Фрути. Кстати, нос у тебя... Есть там, где поставить, типа... По картам. Вторая карта Абидос. Пиков Чаркина. Я могу у себя, если что, делать по метке. Слышь, нос. Типа 1-0 там. 1-1. Нет? Окей, я у себя буду это делать. Сейчас Димона ждем. А, ну да, по идее. Не, ну для удобства. Хотя, ладно. Типа я еще долго буду делать. Окей, потом. Если что, потом. Ну, хотя это, вроде как, не нужно. Итак, Абидос. Пиков Чаркина. Запускаем таймер. Хопа! Кет. Адидас. Хе-хе-хе-хе. Адидас. Си, Акет. Параду. И, видели мы, кстати, обоих оппонентов. Видели мы обоих оппонентов. Вчера на этой карте его оба показывали отличные результаты. Адидас. Хе-хе-хе-хе. Да, Адидас. Итак, Овчаркин сейчас почти уже у финиша. Не получается, к сожалению, гранд бусты. Так, Димон немножко изменяет свой роут. Кстати говоря, и пересекает телепорт. Отличный гранд буст. Пока что все очень хорошо у Димона получается. Зацепляет, к сожалению, тут, конечно, но это не так критично. И финиш. 34.1. Дело. Дело это первый тайм. Открывает счет. Адид Димон. А Овчаркин пока что старается, видимо, может адаптироваться, может быть, к пингу. И... Пытается делать гранд бусты. Так, Овчаркин сейчас уже вот-вот на финише. И тоже может... Поставить сейчас хороший тайм, но не перебьет. Да, не перебивает. 34.992 у него получается. Насколько я успел заметить. И пока что... Как бы... В лидерстве остается... Дмитрий Олегович. Он же Андет Димон. Он же Тути Фрути. Он же Там Сям. Он же... Уф. Он же Трайми восклицательные знаки, которые посылают нам вот болельщики в чат. Можно поднять щиты за любимого вашего игрока, за кого вы болеете. Поднимаем щиты, ребят, в чатике. Обязательно поддерживайте, болейте, ребят, потому что они будут потом пересматривать свои вот эти дуэли и будут говорить вам спасибо. Спасибо, что поддержали. Я только вот из-за твоей поддержки вырулил. Вот вы молодцы. Обечаркин. Типу. Хе, да. Так, Обчаркин поднимается впервые, фейлит в последнюю ракету. Но, да, тут даже не знаю, стоит ли вообще продолжать проходить, потому что очень долгий плазмоклим был. По тайму, в принципе, он еще может улучшить буквально там на немножко. И... И вот делает, кстати, тут почти минус жамп. И улучшает, улучшает свой тайм 33.0 делает. Димон перебивает себя на секунду. Обчаркина по-прежнему 34.992. Фейлит некоторый гранд пустые, овчаркинг. Плазма пустые, точнее. ГБ, ГБ. Будем ГБ это назвать нормально, да? По-человечески. ГБ. Ну, Димон тоже не промах. Димон тоже не промах. Димон может, тоже может в бусты. И прекрасно мы понимаем, что уровень игроков примерно... Ну, не то чтобы примерно, но он... Возможно, на данной стадии он даже примерно одинаковый. Так, Димон немножко занервничал тут. Находится у финиша и может сейчас опять же перебить свой тайм. Перебивает 32.5 делает. Димон. Огромный молодец. Уже очень много раз он финишировал карту. Финишировал более чем удачно. Овчаркина по-прежнему первое его прохождение 34.9. Но у него очень сильные бусты. Он делает очень большой акцент на них. Естественно, они ему могут помочь, потому что... У него они получаются очень даже стабильно. Остается 10 минут. Очень мало времени. И по идее фейлит немножко Овчаркин плазмоклимп. Но тем не менее, исходя из основного тайма, то что сейчас происходит... Он вроде как может успеть... Ой, какие роуты! Что там Овчаркин вытворяют просто? Буст на бусте. И финиширует 34.8. Но этого по-прежнему мало, потому что старт он зафейлил. Очень сильно зафейлил плазмоклимп. Который на самом деле очень много решает на этой карте. Не рискует Димон. Просто обычными прыжками максимально пытается действовать на чистоту исполнения. И разница у юрков практически в одну секунду. 10 минут ровно, можно сказать, остается. Залетает Овчаркин. Отлично. Делает ГБ очень даже неплохой. На 2 секунды быстрее, чем в прошлый раз. И может сейчас сделать 31 секунду, если получится. Но почему-то отказался от того своего роута. И финиш... Да, финиш фейлиф. Видимо, немножко перенервничал. Ничего не получилось. Но ничего, есть. Есть еще целых 9 минут. У Овчаркина и у Димона. Есть еще целых 10 минут, чтобы выжать свой максимум. И кто знает, мы все знаем, что... В адреналиновых ситуациях люди могут выдавать просто невероятные результаты. Поэтому будем надеяться, что Дефраг одно из тех мест, где это так же реализуемо. Итак, Димон сейчас на финише. Делает лишний прыжок. Да, давайте, ребят, поддерживаем, поддерживаем наших коллег по цеху, так скажем. Да, либо если это для вас не коллега, то все равно киньте нам пару щитов в чатик. Нам будет очень приятно игрокам, тем более. Так, Овчаркин отлично поднимается. Очень хороший буст. По таймам примерно на секунд быстрее себя идет. И сейчас может сделаться грязь, но не получается у него. Финальный, грубо говоря. Финальная ракета. Отличный, кстати говоря. Ой-ой-ой, досадно, не получился сразу буст. Но, тем не менее, мог, еще мог вытащить. Но там по спейсингу, конечно, из-за того, что не получился первый буст, он немножко спейсинг сместился. И потом... Что-то пошло не так. Овчаркин находится... У основного телепорта. Опять же, фейл на Климбе. Оба ИК, видно. Видно, что... Видно, что ребята стараются и очень... И торопятся даже. Так, Овчаркин делает отличный буст из часа 100 при гранате, но решил пожертвовать высотой во имя горизонтальной скорости и, к сожалению, врезался. Димон также... Димон... Я не знаю... Так Удмурта-то андадимон, Антон. Удмутрий. В общем-то, пока что преимущество сохраняется у... Тутифрути. Овчаркин по-прежнему где-то внизах. Но, тем не менее, неплохой Климб. Хороший ГБ и... Отлично залетает, кстати, даже с заступом. Может сейчас... Отлично финишировать. Ну, и получается даже ГБ, но... Не так, как хотелось бы, конечно же. Не совсем везет. И... У Димона есть. Есть еще все шансы, чтобы немножко улучшить свое время. Я думаю, если он сделает еще плюс секунду, то этого будет ему... По идее, более чем достаточно. Отличный Климб получается. Отлично ловит ракету Димона. Главное сейчас не зафэлит ГБ, но... Да, да, к сожалению, что-то пошло не так. Может быть, пинг мешает. Может быть, просто уже нервы. Обстановка накаляется. Пять минут у нас остается и... Ну, очень динамично получается. Здесь у нас... Не будет три раза подряд Энигмы. Так что сразу у нас жришка. Начинается, да? Так, отлично ловит ракету и делает Климбов Чаркин. На самом деле, он первую ракету как-то не... Точнее, вторую, последнюю ракету не очень как-то рентабельно использует. Остается ровно пять минут и... И не нужно... Главное, не нужно торопиться. Это самое главное. Иногда, может быть, даже и лучше просто постоять. Просто постоять. Не знаю, сходить воды попить. Сходить попить воды, это буквально секунд тридцать. По сути, этих тридцати секунд тут все равно не хватает, потому что карта как бы... Так что... Конечно, тут играют и нервы, и... Напряжение огромное вообще между игроками, но... Тем не менее... Пока что все отлично получается у Димона. Немножко может фейлиться там граунд буст с ракеты, но это не так важно. Пытается Овчаркин сразу пройти отлично. Хочет перебить и поставить уже точку в этой дуэли, но Димон будет бороться в любом случае. Остается четыре минуты. Так, Овчаркин сейчас запускает наперед. Очень важный момент. Фейлик спейсинг. Так, отличный климп от Димона. 19 секунд он заходит, телепорт. Фейлик опять же первый ГБ, и, к сожалению, не хватает у него немножко спейсинга для того, чтобы срезать прыжок. Так, Димон опять же на той стадии. Давайте посмотрим. Нет, тут, к сожалению, фейлит ракету. Овчаркин также фейлится и продолжает, не начинает сначала. Три минуты остается. Разница в целую секунду между ними. Овчаркин фейлится. Отличные бусты от Овчаркина. Димону нужно немножко подуспокоиться. Не видно, в принципе, не видно, что кто-либо из них нервничает, но видно, что оба игрока торопятся. Давайте, последние две минуты остается. Поднимем щиты за пацанов, за наших ребят. 20 секунд заходит. Примерно Овчаркин может сейчас финишировать карту. Делает 32,1 на 400 всего. Всего на 400 перебивает Димона. У Димона, у Димона, у Димона может все... Щиты заездили на 3-го фу. У Димона есть еще время, есть, есть еще две минуты. Целых две минуты. Очень напряженно. Очень напряженно я даже потерял удар речи. Что происходит? Давай, Димон! Димон! Ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, Овчаркин еще не винт. На самом деле, об этом рано пока говорить. Потому что остается целых полторы минуты. А игра у нас идет на миллисекунды. Буквально не так, чтобы прям вот... Полторы минуты. Это очень много, на самом деле, для Дефрагера. И можно просто подсобраться и пройти. Димон может затащить. Разница не такая большая. Всего... Всего лишь... Всего лишь 400. Это очень даже мало. Овчаркин фейлится. Климп у него пока что не получается. Это, грубо говоря, последнее прохождение от игроков. По сожалению, цепляет потолок Димон. Но есть, есть еще варианты. Есть, есть еще шансы. Абсолютно, абсолютно все шансы есть. Может затащить Димон. Остается меньше минуты. Овчаркин, скорее всего, подуспокоился. Потому что перебил уже себя. И, в принципе, пока что его Димон не перебил. Не нервничает. Но вот, Димон переступает основной рубеж. Да, и не получается у него рэкоджамп. Скорее, к сожалению, посылает в чат 3 восклицательных знака. Остается 20 секунд. Я, я дам, я дам Димону, либо Овчаркину, кто будет. Я дам еще возможность допройти карту, если вдруг сейчас у него получится. Нет, не получается. И все. К сожалению, к сожалению. Абдеды попячены. К сожалению, не получается у Димона. Но он был очень близко. Все, стоп. Овчаркин, Винс. Продолжает он бегать. Да, но тем не менее, Димон переходит у нас пока что в комнату, так сказать, ожидания. Давайте перейдем к сетке. И, как мы видим, Овчаркин проходит в финал. А вот Тути Фрути будет ожидать своего соперника за 3-4 место. Это будет либо Шторм, либо Энтер. И, собственно, увидим, что будет дальше.